Здорово пацаны! Здорово! У нас сегодня в гостях два товарища из деревни Махабоя Оба рокеры от Николая Привет! Алексей Здорово! Хочу вам задать пару вопросов, так как нахожусь отдаленно от села Поэтому некоторые вопросы мне очень интересны Вот давай, Леша, начнем с тебя Вот смотри, что хочу тебя спросить Ты мне как человек просто интересен Вот я после тебя давно уже знаю Какое у тебя образование и служат в армии? В каких войсках и где? Высшее образование следско-хозяйственное Служило в ВКС Где? Балашка Балашка это Москва Под Москвой Под Москвой А служили год или два? Год Ну я недавно совсем Ну понятно А твой товарищ служил не служил? Я А ты при Урне там где-то? Он в армии деда короля служил Он в армии деда короля служил Да, в армии До сих пор там служил Я понял Это таратмистер? Как его сейчас звонят? В первые погоды Ну послушай, вот сейчас тема отдельная А армия тут у нас СВО и все такое Я вот хотел бы вот Как бы сопоставить факты Вот когда ты служил У вас вот там хорошо кормили там и поили Да Вообще отлично Я да, вот без всяких этих задних мыслей отлично все То есть короче нехватка там Да на выбор даже я выбирал там что говорить Да Я там любитель был курочки там А чем? Я еще, мне еще это Повариха там одна потом Ну уже к концу службы пришла Ну и короче я по-моему зарядку ей даже одолжил для телефона И после этого она сразу у меня началась А если не секрет, чем вы с там кормили? Вот у меня например кормили всю дорогу Перловкой и рыбкой Нет, такого не было Ну завтрак хороший был Так вот уже завтрак точно не могу вспомнить Обед получается горячий был Ну суп И второе там например макароны Гречка и мясо на выбор свинина Говядина там Ну дюрить Ну дюрить Я не говорю, нет Ну все шикарно Шикардос на самом деле Еще сок выдавали даже Понятно Коля в это время ел свинок Нет, мы в это время Боевые задачи выполняем в обеде Мы нашли На комбайше На комбайше Леша, а вот такой где вопрос не скромный А сколько раз вот в армии тебе удалось купить водки? Вообще ноль раз Я на целый год ни разу не пригубил Ну я вообще Я человек, который ведет трезвый образ жизни И А так возможность была Да? Ну возможность была Не скрою то, что Бывало там Иногда ребята Ну в какие-то наряды вступали там В патрулях Но я был против этого категорически И И Никак бы не хотел портить ни себе службу там Ну я понял тебя Короче все Просто по фаршую было Ну это на пользу только пошло Я считаю А много ли вот было, например, у тех сослужильцев из столицы? Нет Что ни одного не было? Нет Странное дело За кого не спросили А это На самом деле Это Как объяснить Это такая Систематика То есть Чем человек Так сказать Социальный статус у него ниже Тем Так сказать Их Ну и в армию призывают И все такое А те у кого связей больше Все таки столицы там Сам понимаешь И деньги крутятся И все такое Тем Этих людей Если есть один товарищ Когда они попали под Грозный Московский ОМОН Нет Ну я согласен Исключение всегда есть из правил Послушай Вот там говорят Типа Московский ОМОН В москвичи есть Нет ОМОН московский Ну всегда есть Исключение из правил Например Даже вот сравнить Если статистику Там Москве Сколько в среднем 12 миллионов Наверное проживает Ну ладно С приезжими там Да там может быть Ветеранов боевых действий много Ну в нашей деревне Я тоже могу Несколько человек Насчитать А в нашей деревне Сколько человек Человек там 700 да И вот например 10 человек Из этих 700 Ветеранов боевых действий Например там Амган Чечня То есть я их даже близко знаю А в Москве там допустим Таких человек 10 тысяч На 12 миллионов То есть разница Как бы так сказать Не сопоставим Ладно Алёш Послушай А как вот ты понял Что рок Это вот твоя музыка Оно как-то знаешь Само пришло Мне кажется Это не надо понимать Не надо ни на кого равняться Это Ну как это вот объяснить Ну это наверное как любовь Да вот Ты понимаешь что это твоя Вафосми Да Да А ты как понял Что рок Это твоя музыка Это с гадами приходит С гадами Да То есть короче Ты раньше мог слушать Все что угодно Да Понял что рок Да Потом Потом Когда первый раз Включил экспресс радио Орём Орём И там Начал уже Бутусов Сплин Вот это я уже понял Что да Это моё И когда начали Уже показывать фестиваль Это Это нашествие Это всякие Всякие фестивали по Первому каналу По всяким каналам Вот это я понял Что это моё Я хочу В довесок Добавить Так сказать То что у меня Веровоззрение Вот в плане рок-музыки Кардинально менялось Тоже можно так сказать С годами С какими-то событиями Например Если раньше Я так сказать Слушал группы Которые были вот Так сказать На слуху у всех Буквально популярные То Последние несколько лет Я стал замечать тенденцию То что мне очень сильно нравится Группа Которая на самом деле На этой грамоте находится Вот Я в них Вот они Незаслуженные Недооцененные И вот когда кому-то Там вот например Включаешь Да Пытаешься донести Люди это не понимают Типа ну Это вообще что Вот даже я могу Рассказать Что на работе работаю Да допустим Там Там Принимаю там товар Да там Ну рабочий процесс у меня проходит Там Отхожу чуть-чуть подальше От всех Я например Вот Сегодня вот я слушал Сборщики 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 манекенов И вот Настолько вот эта поэзия Меня вот На самом деле Затрагивает Я Ну просто Это до глубины души Но это не объяснить А сейчас Я уже не послушал Ну да Мы когда обедали Получается Стоп-стоп-стоп-стоп Пацаны Леш А вот какая была твоя первая группа Которую ты услышал И она взорвала тебя в душу Самая первая Самая первая Если И из рок-группы Да Ну наверное это было кино Да Кино А у тебя никому не контакт Нет Даже две Это кино Это Нирвана А Так а что первый услышал Кино или Нирвана С первого слышал Кино А потом Когда приехал Валял в губе А ты знал кто поет в группе Кино? Цой Цой да Валя тоже знал Кто это Цой Понятно А в Нирване знал кто поет Нирване? Да Я только потом Потом узнал Потом Кто это был? Куркапы Вот Ну мне кажется Ты немножко тут Пытаешься на ковер Уголнуть Потому что Ты говорил То что у тебя многоточие Тоже было как-то Ну все равно Как бы так сказать По многоточию Убивался Да Ну я не знаю Ну как вот ты говорил Ну ладно Если не будет Многоточие Рэп это нормально Да В принципе Это даже Арбум У меня наверное Знаешь Еще я В детстве У меня был Кассетный магнитофон Даже их два было Я вот точно Помню то Что я слушал Первые кассеты Были кстати любые Я почему-то Обалдел от любых Потом После любых После любых Ну это патриотические Ну на самом деле Песни Патриотическая Такая народная группа После любых Вот Кино Потом Если Такой Как бы Стиль Брать Я почти Можно сказать Не слушал Классику Наверное Кино Сектор Газа Король Мишут Вот А потом Я стал уже К западному стилю Тяготеть Ну то есть Это была такая группа Потом уже Немецкая волна Пошла Ну и Deutsche Herde Новая немецкая тяжесть То есть Это первая конечно группа Это Рамштайн Была потом Айсбрехер Айсхай Там много групп Было Очень понятно Да Так Положи Леша На каком инструменте Умеешь играть И каков твой репертуар Ну это смешно Я знаю просто Каждый рокер Он умеет играть На гитаре Ну это наверное Смешно сказать То что я умею Играть на гитаре Ну так сказать Пытаюсь Пронещать Извлекать Этот звук Может быть Какие-то композиции Знаешь Они вот бывают Ну в деревне Знаешь Во А вот он Ну реально круто Типа там вот Сыграл Ну конечно Одна шарахали в свое время Еще вот это То что А вот уверенно Исполняешь какие-то Какие результаты Нет Кстати Ни Сектор Газа Ни Королевич Ни группы кино Не знаю Более-менее могу Честно сыграть Этот Репертуар Группа На барабанах На барабанах А какую песню Может избарабанить Пока никакую Пока никакую Но стараетесь Да-да А нет Ну так же я хочу Немножко добавить То что у нас Немного Так сказать Свой такой Эксклюзивный Так сказать Вольклорно-народный Репертуар Есть Эти композиции Мы так иногда играем То есть это Какая композиция? Ну и Игорь 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 Ну мы Я так понял Есть какой-то хит Ну да Есть А как она называется Банда Деда Короля? Ну не то что Арабана Деда Короля Но это такое Как бы Сказать По сути не откуда Вот это название Знаешь Оно как-то Возникло спонтанно Вот я так сказал Банда Деда Короля Ну да Типа нас просто Особенно Так сказать Нас Багна ждует Нет Вот так это В узких кругах Нас вот так Слушай Вот Мне вот Интересен такой вопрос Вот я давно задаю В принципе Как бы Мне просто Хочу совпоставить С некоторыми фактами Чем занимается В деревне Молодежь Зимой Зимой? Да Вот я знаю Блин Что Я там Сколько спрашивал Как-то еще раз Я знаю Наши там Деревня Там все ровно Все бухали Вот Друг друг Ходили к Васе Молодежь Ты имеешь ввиду Примерно какого возраста Вашего возраста Ну Наш возраст Тоже разница Так сказать Мне двадцать шесть Но допустим Ну Ну Скажем так Двадцати лет И Я тебе могу сказать Ну что Двадцати лет И выше Уже в деревне По сути нет Да То есть Я так понимаю Молодежь в деревне До восемнадцати лет Потом разъезжается Потому что Мало Во-первых Перспектив Во-первых По сути Ничего нет Но если приезжают То вряд ли Кого-то Ты увидишь То вряд ли Ты кого-то Увидишь На улице И чем-то Так сказать За ним Ну Ну Ты Николай Что ты делаешь Зимой Я? Да Я На рыбалку ходил Кошел Куда ходишь? На рыбалку На рыбалку ходишь на зиму Да Отлично Ну Да Ну Ковара лет Ходили У нас на бешок Всю зиму ходишь на рыбалку Потому что Ничего не делал Рассказываешь Спишь на всю зиму Ладно Такой медведь Ну Снег чистишь Да Снег чистишь Короче По дому занимаешься Хозяйством Хозяйствами, конечно Делами Хак Я там слышал У тебя комбайн какой-то есть А зимой Можешь на комбайне ездить? Нет Ему можно Ему все Он даже взлететь на нем можно Я не удивлюсь Слушай, Коля А есть ли в вашей деревне невесты? Хватит, что есть Я ж ни разу не знал Хватит, что есть Мне даже с вами смешно Есть там невеста у вас в деревне Смотри, ну твоего возраста есть Ну я не знаю Ну папа ходишь У девки есть А где нет Я не знаю Да это все ложь на самом деле Да Ну как А почему же тетки говорят, что есть А они от тебя можешь прячется Ты Не знаю Я сам Я сам Очки одень Потому что ты не видишь Может и там Нет На самом деле очень мало И в настоящее время Так сказать У нас дом культуры На ремонте Он не работает А И поэтому Так сказать У молодежи Немножко себя некуда деть И все Ну так сказать Занимаются своими Какими-то делами То есть На что гораздо То есть Короче у вас деревня без досуга Я бы так сказал Да Я бы так сказал Я бы так сказал Я бы так сказал А почему бы нет Обязательно приеду Вот Серьезно говоришь Это Серьезно Вы Да ты Ну валя А Ну тогда накроем Да оттуда не уедешь Мы Саму целый автобус Народу привезем Да А как ты хотел А мы Народу мало Ну мы оплатим Наш day Ну если На самом деле Договориться В принципе Ну Можно эту только, кстати, тему расширить, потому что Тайсик Голубинка тоже немножко страдает от того, что... Я с Ураворсием там выступлю, у вас пусть только клуб сделают, как-то это... Ну да, вот в ремонту сейчас уже, по-моему, на грани завершения, то снаходит... Как вы закончили, что ли? Ну какие-то мелкие детали, знаешь, формальности, они всегда есть... Ну если там какие-то механизаторы мне ебло придут, ведь я им, блин, ебло нахуя их там... Ну ладно, не, мы ограничимся, не, все нормально... Все будет чики-пуки, так сказать... Ой, да, да... А вообще, Леон, не заветывает билеты... Ну вот, пацаны, послушайте, актуально, вот вопрос еще... Да, блин... Вот если бы у вас было бы, например, 10 халевых миллионов, блин... Ну что бы вы сделали для развития роков в вашей деревне? Для развития рока? Да, для развития рока... Во-первых... Ну я бы, наверное, отдельно рок-клуб построил... Каждую, ну, ну в Сергеев заветения, так сказать, свое... Купил подорогую аппаратуру... Ну не говоря, что там за какие-то миллионы... Ну, наборку и качественную аппаратуру... Старался бы... Привлекать молодежь, что бы она занималась... Ну, чтобы они занимались музыкой, да, непосредственно там... Даже играли на каких-то инструментах, так... нотную грамоту изучали, то, что они, так сказать, в своих навыках были профессионалами. Потому что этого сейчас на самом деле не хватает. То есть каких-то, знаешь, педагогов он даже занял бы, так сказать, для этой деятельности. И уже если у человека лежит душа непосредственно, например, в тяжелой музыке, может, что-то заходишь с классикой сто раз, это же тоже, ну, на самом деле... Да, может, у кого-то данные есть вообще. Да, и талант теряется. Вот это самое такое. Чтобы молодость развивалась. Кстати, талантов, ну, на самом деле, много. Их вот вроде... Вроде их нет. А вот они... Это как Владимир Бурдин, да, этот пел. Ждет рок-н-рол героев, да. Да. Награды в шкафах валяться. Ну, все как-то однородно. Герои не появляются. Может, они что-то там... Ну, может, ну, сразу бы Калян, он стал бы героем. Шапка Мономака. Шапка Мономака. Ха-ха-ха. Вероическим бы стал бы, Калян. Да, возможно, да. А почему бы нет? Ну, конечно... Он в фильме поснялся бы Гулый барабанчик, есть американский фильм, а может быть, это вышла русская версия. И вот ты бы был, так сказать, режиссером этого фильма, а вот просто бы по деревне бегал бы. И сушал на барабанах. Коля, а возможно, вот, сделать такую вещь, вот, типа, запрещь там тройку лошадей, в саде поставить бахванную станутку, и по деревне лупить. Можно такое организмовать? Можно, да? Ну, я бы так сказал то, что это реально, но в настоящее время... Это невозможно. Нет, ну не то, что невозможно. Просто сейчас, вот раньше у нас не сообразили. Да, у нас не сообразили. Много у кого лошадей, ну, так сказать, всех на конной, ну, на саде катали. А сейчас этого нету? Ну, сейчас уже, да, умер. А то бы я с удовольствием бы снял мой фильм про сельского барабанчика. Когда он ездит на саде, он такой, Ааааа. Голодец там. А я тебя так начали. Судоро там, где там, в холопах по зелёному, и по меня, проносится. Ну, барабана сам, тебе везет. Я говорю, вот, ты был барабаном, бородовой был и фрабричен. Барабана, барабана, залённые. Барабана, что ты не! Это можно было раньше сделать, а сейчас это не то, что невозможно. Потому что, всё, сейчас в деревню поезжали, ну, ковыли. Блин, ну оставься тогда барабан на комбайн поставить Ну да На комбайн тоже, кстати, сильно можно катануться, бля А, кстати, можно клипай заснять Кстати, да, брат, она, блядь, всё такое, типа Там знаешь, ты типа, на комбайн ешь Короче, там, пацаны, вам нужна песня, блин, и клип, чтобы вы на комбайн ее купили Ну, мне кажется, можно Егорычу Джамаю, так сказать, пробный вариант Такой едец, так сказать Желательно, чтобы по правиле там было, бля Да Она как балла, да, какая-то Балла, ну да Балла Ну ее можно, так сказать, аранжировочку сделать хорошей Какие-то три куплета оттуда дернуть, типа, рипев, вот этот, вот, и по драйву Конечно, конечно, можно аранжировку, это же, ну, песня всё-таки под гитару, знаешь, такая она У костра всё-таки, типа, знаешь, вот так, типа, что божает, да А, это можно, да На комбайн это надо драйв, да Да, там вышел-то, типа, да, с барабаном, бессоровкой на комбайн Да Серьезно Ячейнити 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 Весело, весело, да В принципе, это все существует Вам надо срочно подумать над этим Да, мы думаем, ну все, у нас что-то, знаешь, руки не доходят, что-то постоянно мешает, так сказать, профессионализм наш, да, вот, то есть, вот, не можем себя заставить Да, слушай, хватит Уже играете А я не знаю, куда идти слухи берут Ну, у нас постоянно Постоянно Новый год Будет Новый год у нас А вот каким ты себя видишь в следующем году? Таким, что я дурай помню А ты себя как Самый важный Самый важный Самый важный Даже и до Нового года Я думал, Коля скажет, пьянень ем Я думал, знаешь, он скажет, самое главное здоровиться, остальное все приложится, только коронная фраза Самый важный, даже и до Нового года Ну, кстати, да, я в связи со всеми вообще просто протекающими представителями полностью поддерживаю Думову данную позицию Да, главное дожить, даже каждый завтрашний, так сказать, день уже в радость, то, что ты его прожил А подскажите, кстати, у вас в деревне Новый год тут, когда отвечали, там елку ставят из-за этого клуба вашего или уже нет? Раньше, Жень, жизнь ставит Что за жизнь пошла? Да, Жень, мне кажется, сейчас жизнь очень кардинально поменялась Раньше ставили И какая-то, знаешь, вот эта нафталиновая У меня впечатление, что на деревне вообще все забили Да, Жень, а она как-то, знаешь, вот какая-то нафталиновая вот эта мода появилась Ну, тогда я даже жил в Астанах, в Астанах вот жил Я раньше, где-то, потом в Мухово переехал, потом жил в Астанах вот У меня брат Мухово уже живет Вот, брат приходил, вот, выехали, потом в клуб ходили, ходили, ходили И вот, да, елка стояла, возле клуба, еще даже помню, на елке Ну, он же потом нашел Да, это обузник много было, да? Да, возле клуба еще ходили, видите, мамочки не жил Ну, я, Бог, это время помню, еще было больше мостов Ну, надо, чтобы найду новый год А потом на елку В клубе еще елку стояла В клубе, по-моему, там и года три назад или четыре А то все деревья налоги платят, а елки нет Лампочки не горят, ну, радости нет Да радости, да, Жень, сейчас в настоящее время, так сказать, радости у людей маловато Все-таки Какой-то сплоченности тоже не хватает, я бы это сказал Организаторских вот этих усилий, то есть, как-то все вот, ну, на самом деле, вот такой человек, знаешь А у вас клубом кто заведует? Женщина или мужчина? Ну, вообще там, глава поселения, по сути, клубом заведует А, то есть он и клубом заведует, то есть определенного человека Это как? Это билет подает? Нет, ну, кто клубом заведует? Ну, в настоящее время сейчас вот все будет хорошо и не будем там на это соваться Сейчас там хорошо, потому что ремонт, он заканчивается А то я просто переживаю за деревню, блин, у вас там никаких развлечений нет Я же почему и спрашиваю, чего будете делать с зимой, а когда за ничего? Нет, ну, у нас всегда, так сказать, есть наши друзья Я, я думаю, всегда, ну, всегда, да, можно приехать к вам У вас где приедем? Да, ну, может, нам даже проще вот так приехать к вам, потому что Нам так надо-то мужик от этого города уставить, нам бы к вам хоть Да? Надо нам бы к вам Ну, вот, сейчас ремонт закончится, ремонт закончится И нам надо договариваться, да, с директором, ну, на самом деле, если это инициатива с вашей стороны, так сказать Чтоб капу с кислой была, пирожки с картошкой Да сделай, ты замечал, да Не, ну, ты хоть автобус привози, ну, на самом деле, народу, ну, потому что в деревне группу Адовы, ну, там уже Все понятно, наверное То есть вот два человека, по крайней мере, почитают Еще там, среди моих знакомых, пару-тройку есть И то, и все то Концерт, как бы, там, для своих, мы своих возьмем Чисто, да, если вот так взять, вот просто, да, чисто в деревенскую, так сказать, атмосферу погрузиться Да, нифига себе концерт А может кто-то, глядишь, и деревенщина какой-то подтянется, да Все-таки, оооо У нас раньше там были люди, которые в ансамбле играли, да, все-таки, может быть, их это заинтересует Слушайте, креститься будут Да, да Вот как услышал А нет, а нет Самое главное, главное, вам, ребята Здорово Здорово Остальное все приложится Да, остальное все Что вы задумали Идите к своей цели Цели Только никуда не сбивайтесь Ни на лево, ни на право, по прямой Идите к своей цели, и все И все, и все у вас будет Коль, а ты не хотел бы, чтобы он был взлетать? Ха-ха-ха Он только оттуда спустился Сначала Не хотел бы Ха-ха-ха Вот у меня вместе была мечта по лунам слетать Ты не хочешь А так Везда 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 С нами уже на Москву съездил на концерт Уже все Все Уже звезда Все мечты сбыли Да, не знаю, так сказать Да, главное оставаться самими собой Не подаваться ничему, так сказать Ну, быть просто самим собой Везда Везда